Дома злодеев Мне, кстати, всегда было интересно, почему Мерлок 2.0, а не Мерлок 7С или Мерлок Про? Я воспитываю мудрость в рыцарях, а такие названия оказывают обратный эффект. Хорошо, давайте вы нам расскажете про обитателей крепости. С превеликим удовольствием! Как вы уже могли понять, мобильная крепость это временное пристанище моих Декс и рыцарей, которые собрались защитить Найтонио от жестра и его монстров. И первый из моей команды чести и доблести это Аксель, между прочим, страшный любитель поесть. А еще он огромного роста, очень сильный и всегда готов применить в бою свой сверхмощный топор. Но на самом деле это все пробуждает дикий аппетит, и лучше он что-нибудь пожует. Для восстановления сил, конечно же. А поможет вот о линии голода Акселя шеф-повар Эклер. Этот бот просто идеально готовит. Просто бесконечное количество блюд записано в его память. Правда, мне, к сожалению, приходится довольствоваться только электричеством. Вы рассказывали про рыцарей и как-то отвлеклись. Ой, точно! Что-то из Акселя забыл про других рассказать. Есть у нас здесь Аарон. Этот веселый парень любит шутить и развлекаться на полную катушку. Он настолько любит экстрим, что одновременно может летать на своем щите и сражаться с монстрами. Самый ловкий Нексо-рыцарь, причем он отлично стреляет из арбалета. Это, кстати, и есть его главное оружие. Ну и последний из рыцарей – это Клей. Предводитель и душа всей команды, взвешенный в своих суждениях и очень дотренированный парень, который ничего не боится и всегда рвется в бой. Его жизненная креда – спасать людей, а также их учить убу разуму и командовать. Последние два пункта, наверное, к минусам отнесу. Он иногда с ними перебарщивает. Ну и, конечно же, как самый настоящий рыцарь, он владеет одноручным супер-острым мечом, который поражает монстров с одного удара. Правда, это если монстр слабенький, а то вы понимаете, каких жеучих паразитов сейчас джестры делает. Там не то что мечом, да и тумбочкой здоровой не отмашешься. Я заметила, что в крепости не вся команда Нексо-рыцарей. Почему? Если честно, я сам особо не в курсе. Но Мэйси, кажется, папа уговорил принять участие в бале, а Ланс, похоже, снова поругался с Клейм и пошел загорать на пляж. В общем, давайте я вам лучше про свою гордость расскажу про Нексо-силы. О, это было бы замечательно. Так, надо только Диму позвать, он эксперт в Нексо-силах. Дима, иди за микрофон! Хей, всем привет! И сейчас я расскажу про первую Нексо-силу из пяти – это Сила Земли. Применив ее, мы видим, как Земля начинает шевелиться и появляются большие трещины. Анимация сделана впечатляюще, но при этом враги лишь оклушаются, и только самые слабые монстры умирают. Кстати, она, как всегда, не работает на боссов. Следующая Нексо-сила – Сверхскорость, и она очень хороша. Активировав ее, наш герой начинает намного быстрее лупить монстров, что, как вы понимаете, очень хорошо, особенно для заданий на время. Клич Ястреба – сила, которая полностью защищает нашего героя от ударов на некоторое время, а также может накинуть на монстров паралич. Действенно или нет – решать вам, мне лично она не особо пригодилась. Уриная атака – очень забавная Нексо-сила, которая, кстати, попадается не только в этом наборе. Но что она делает? Активировав ее, с неба начинают падать яйца прямо на голову монстрам. Урон наносит неплохой, а главное – бьет по большому количеству врагов. Ну и последняя Нексо-сила – это электрическая атака. Она делает наше оружие сильнее и больше, благодаря чему враги от ударов дохнут, как мухи. Самая лучшая сила из всех, поэтому советую ее прокачивать на максимум. Извините, Мерлок, у нас экстренные новости. Наш специальный корреспондент передает, что на крепость Фортракс напали. Это пеплометатели и два его помощника Шустрика. О нет, нужно рассказать ребятам, я скоро. Так, мои рыцари, тревога, нас атакуют. Аксель, хватит жевать, ну-ка быстро все за стол. Надо продумать тактику. Клей, ты задишься за мотоцикл. Арон, быстро за гигантский арбалет. Аксель, а ты… Ладно, продолжай жевать. В атаку, рыцари! Клей, мой защитник Найтони, в погоне за пеплометателем. О нет, кажется мотоцикл поврежден. Арон, нужна твоя помощь. Ох, хороший выстрел. Но нет, мы забыли про Шустриков, они почти подошли. Ладно, ребята, я с ними сам справлюсь. В самой нижней части крепости я специально спрятал дисковый шутер, чтобы избавляться от этих мелких и красных. Ха, я не потерял свою здоровку. Шустрики повержены. И даже тюремная камера пригодилась. Мне только что сообщили, что атака на Фортрекс отражена. Фух, ну это было не очень сложно. Благо, наша крепость защищена от атак по всему периметру. Прямо по бокам ворот есть шестизарядные шутеры, а сзади двигающиеся по горизонтали пушки, которые ох как попортят монстрам жизнь. Мерлок, ну расскажите лучше про интерьер Фортрекса, ведь мы уже отлично поняли, что крепость защищена прекрасно. Да, здесь у нас в левой части находится тренировочный полигон, на котором рыцари оттачивают навыки фигнования и стрельбы по целям. Напротив обустроен кухонный уголок, в нем хозяйничает шеф-повар Эклер. Вот и Аксель уже упрашивает его приготовить что-нибудь. Но в дальнем углу есть специальный стенд для заряда оружия Некса силами. Но и самое главное, что при входе есть инструменты, которые помогают ребятам чилить свой транспорт. Например, Клей уже принялся за воскрешение своего мотоцикла, а я больше всего люблю вот это место, где мы все собираемся и обсуждаем тактику предстоящего боя. Мне тут, кстати, больше всего удобно появляться на проекционном экране. Ну и самое главное, наша крепость может передвигаться. Поэтому прошу меня простить, но Алла передала, что Жестер напал на деревушку вблизи Найтонии. Хорошо, не будем вас задерживать. Спасибо за демонстрацию Фортекса. Да не за что, ну а мне пора. Ну а на этом у нас все. С вами был интернет-магазин покупалкин.ру, Анастасия и наша непостоянная рубрика по домам злодеев. Ой, то есть героев. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А в комментариях пишем, какой дом вам больше всего понравился. Также не забывайте писать, почему вам понравилось именно это жилище. Как всегда, самый лучший комментарий попадет в наше следующее видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok